Вместо прорыва рыночный паралич Экономика 18 мая 6 вместо прорыва рыночный паралич Очередной страшный удар нанес капитализм по нашей жизни Выражает боль сердца инженер Андрей Анатольевич Фадин Оренбургский областной арбитражный суд 14 мая признал банкротство И объявил конкурсное производство в отношении компании Арметы Уумс В советское время это был признанный на мировой арене богатырь научно-технического прогресса Прославленный поставщик новаторского оборудования Южно-Уральский машиностроительный завод Здесь творческим трудом были заняты 14 тысяч рабочих, инженеров и ученых После Ельцинского переворота эффективные собственники с их низменной жаждой обогащения Высосали из богатыря все жизненные силы На заводе осталось 3500 теперь уже бесправных, нищенствующих работников Год назад впервые завод был остановлен и в целом бездействует уже около 10 месяцев За это время потеряно продукции по меньшей мере на несколько миллиардов рублей Так и не состоялось в десятый раз обещанное прекращение вынужденного по вине господ владельцев простоя Уже во время пребывания в роли в РИА губернатора Д После его вмешательством в рыночный паралич была знаменательная попытка, можно сказать, возврата к государственному управлению заводом Назначена была историческая дата 16 мая вернуть завод к жизни И вот опять воскресенье отодвинуто еще на полтора месяца на 30 июня Уже при одновременной подготовке к продаже предприятия оптом и в разницу, что в подавляющем большинстве случаев в буржуазной России так и заканчивается ликвидацией новейших прекрасных заводов и фабрик Даже при том, что в сегодняшней обстановке в РИА губернатора Послер демонстрировал похвальную бурную деятельность и напор, все поворачивается по заложенному в реформах Вопросы смерти предприятий, вопреки интересам народа, решаются по искусственной схеме банкротства даже в ущерб самим его соучастникам Ведь практически всегда кредиторы своими разорительными процентными ставками и взвинчиванием цен сами вгоняют производственное предприятие в гроб и при похоронах распродажи получают возмещение с гульки нос или вообще остаются с носом И на сей раз, по опубликованным в открытых источниках сведениям, одновременно с широко освещаемыми спасительными операциями власти сборщики долгов провели свое собрание в канун первомы И приготовили подарок, который преподнесли уже после праздника Великой Победы Решение не тянуть с финансовым оздоровлением, внешним управлением, а сразу шагнуть к заключительной стадии банкротства Арбитражный суд поставил точку Совокупная задолженность на счетах завода оценивается в печати суммой около 5,7 миллиарда рублей В РИА губернатор Апаслер на совещании назвал неудовлетворительной работу конкурсных управляющих на проблемных предприятиях области Но вообще изначально неудовлетворительно для страны затея отдавать производство на смертельное оздоровление Для чего и сформирована армия этих случайных управляющих А столь же случайные управляющие производством эффективные собственники довели ее у Журалмашзавод до беды Кормит работников только обещаниями хотя бы урезанной зарплаты Председатель Федерации профсоюзных организаций области Я Черков видит на заводе ситуацию полнейшего вакуума Настолько все выдули Несмотря на заверения, долг по зарплате работникам непогашенный составляет 61 миллион рублей С завода уволились уже более 700 работников, на которых есть спрос и в дальних краях И считают заведомой болтовней обещание возобновить машиностроение без специалистов Журалмашзавод обречен на металлолом Жители промышленного города Орска душой в траурной одежде Завершается деиндустриализация Как жить на кладбище заводов, фабрике комбинатов Так во всех поселениях области Провал вместо обещанного Путиным на выборах прорыва Пусть хотя бы ниже осмеянного застойного роста Федор Подольских Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok